Часто QA занимается change request и фидбэками, потому что необходимо понять, да, вот чего хочет заказчик, возможно, что-то уточнить, возможно, где-то как-то там вывести какие-то подводные камни, ну и непосредственно slow regression и другие там, другие виды тестирования, уровни тестирования и так далее. Прошу. Да, это очень важно. Но реальность такова, что проект не всегда будет в идее, не всегда будут тестировщики, не всегда это возможно. Почему проект может оказаться в этом в идее? Потому что заказчик не хочет тестировать тестировщика, либо у нас есть тест-райвер, девелопмент, похожие методы. Код-ревью, ПРПГ, и негативное влияние QA на качество кода и на судьбу разработчиков. Вообще ни при чем. В этом мы сейчас обсудим по детали, почему заказчик не понимает, зачем у нас есть. Ограниченный бюджет может быть стартап или маленький проект, либо стейкболдеры не выделили достаточное денег, и для заказчика выгоднее моего, с его точки зрения, вложиться в качество. Негативный опыт может быть у заказчика, если он пользовался услугами других аутсорсеров. Или не аутсорсеров. Или не аутсорсеров, а собственных. И заказчик, который выступает в роли QA, это тоже очень распространенная вещь, особенно если на стороне заказчика есть еще какой-то контакт-менеджер, вполне вероятно, что он будет хотеть соответствовать. Ну хорошо, давайте теперь разберемся. Заказчик не понимает, зачем нужен QA, да? Естественно, все люди разные. Мы прекрасно понимаем, что нам в любом случае нужно найти подход. То есть, либо заказчик, человек восприимчивый к нашим словам, и мы можем ему объяснить, зачем нужен QA, какие бенефиты он получит от того, что у него будет QA в команде и так далее. Но опять же такие, есть такие, допустим, люди, которым сложно что-то объяснить, и, понятное дело, мы будем стараться удержать нашего клиента, не будем навязывать ему наше мнение и так далее. Но сам факт того, что мы можем при помощи каких-то льготных условий, при помощи каких-то там определенных методов наших опытных QA и QA дать ощутить нашему заказчику, какой же все-таки классный продукт получается, если QA работает в этой команде, да? Я сейчас говорю о льготных условиях. Ну, негативный опыт тут сложно судить, да, потому что проекты разные, люди разные, мы не сдаемся в подробности, но понимаем прекрасно, что если был какой-то негативный опыт, который можем нивелировать, мы это сделаем. Если не можем, ну что ж, увы, не можем. Ну, последний пункт, заказчик готов выступать в роли QA, ну, хорошо, давайте представим себе, что в нашем стартапе 4 девелопера, и 4 девелопера это как минимум 1 QA, но это будет мало, и заказчик, по идее, должен будет тратить хотя бы там 6-8 часов на то, чтобы это все находилось вот в таком вот состоянии, хотя бы более-менее, да? Ну, и давайте подумаем, сколько стоит в среднем 8 часов работы классного, да, продукт-оунера или там SEO и так далее, то есть какого-то человека, менеджера высшего звена, и сколько стоит, в общем-то, сейчас QA, я думаю, что гораздо меньше. А-а-а, да! Плюс, старикой, не во всех проектах, которые вводятся в начале, и к какому нужно быть готовым. Если мы будем это дело прокатировать, мы рискуем, сколько потеряет заказчик, и нам, как я не буду. А, трикотные условия, это тоже очень интересная тема, не всегда их можно предложить. Если это возможно для нас, мы, конечно, это сделаем, но, опять-таки, это речь абсолютно индивидуальная. После фразы мы, конечно, это сделаем, все, можно уже ничего и больше не говорить. Это индивидуально. Все зависит от заказчика, от нашего видения, его перспектив сотрудничества с нами. Негативный опыт, к сожалению, у заказчика, он может быть устоявшимся, и его решением может быть выступление самому в роли QA, потому что он видит, что он работал в QA, и баги все равно были. Как детстве, когда QA, он тратит минимальное количество времени. Для него нет понятия, какая-то документация, если он поодбирил работу, который был бы менеджер, для него важно, чтобы не упало, то есть, очевидно, очень часто. Нет, ну почему? Мне нравится мысль, что все зависит от каждого конкретного проекта. Если заказчик хочет, особенно если заказчик имеет какой-то опыт в тестировании и готов инвестировать свое время, так мы же только за. Мы рады им за качество. Наша задача отдать качественный продукт. Не просто выпустить какое-то там приложение, да, которое, в общем-то, прошел какой-то актепт, он все, мы понимаем, оно не падает, отлично, забирайте, он носите. Наша задача предоставить услугу, да, чтобы клиент позже порекомендовал нас, чтобы к нам обращались и дальше, чтобы он был доволен, чтобы на продакшене к нему не приходили его обиженные кастомеры и так далее. Так продукты не вступают. По новой политике уже услуги. Наши видения продукта может встречаться с другими продуктами заказчика. Потому что у нас есть два этапа, нам нужно понять, как видит заказчик и сделать именно так. Мы можем объяснять и показывать нашу кодексуру, как атернативное решение, но мы не имеем права на этом оставить. Ну, давай не будем даваться, все равно, я думаю, можно объяснить. Если не понимает, настаивать, конечно, не будем. Вот, ну, как ты говоришь, да, если проект начинается без клея, какое-то время он длится, то потом бывает такое, что добавляют клея, за этим начинается богофейсинговая фаза и еще одна, возможно, ну, то есть в зависимости от того, как работать. Конечно. Окей. Тест-раймин-девелопер. Значит, тест-раймин-девелопер. Для тех, кто не знает, это такая интересная подноска проекта, при котором тесты, которые приезжают до начала проекта, либо в начале проекта. И на них что нужно сделать, чтобы это было возможным? Должна быть документация и выяснение в течение проекта, до начала проекта, а то есть в течение проекта во время, чтобы это было изменяется. Если инвестировать таким образом, то мы значительно повысим хотя бы качество нашего кода. Ну, на мой взгляд. Ну, хорошо, давайте посмотрим на это с другой стороны, да. Мы пишем юнит-тесты, да, прежде чем непосредственно пишем код, напишем юнит-тесты. Кто пишет юнит-тест? Ты как бывший разработчик, Ваня, должен хорошо знать. Кто пишет? Кто пишет? Кто пишет? Кто пишет? Ну, то есть мы приходим к тому, что тот, кто напишет этот тест, то есть тот потом впоследствии напишет код. Люди те ошибаются, тесты могут быть, ну, могут быть багами уже изначально, могут не быть, конечно же, но опять же такие, то есть для подстраховки, ну, давайте будем еще проверять UI. То есть в этом случае мы UI не проверяем. А UI мы можем проверять? Отлично. Без кири? Без кири. Ага. А почему? Ну, видят. Окей. А как? Как? Ну, предвидя. Шарик, да? Разработчик должен представить себе, что будет делать пользователя и сделать это в кейсе, который мы будем показывать. То есть он будет писать в кейсе? Может, в кейсе писать не будет. Я думала, ты меня сейчас познакомишь с девелопером, который будет писать в кейсе. Ну, хорошо. Ну, для автоматизации нам как бы нужны мануальные тесты, да? То есть автоматизировать, мы что? Нет, хорошо, у нас супер-девелопер, который тут же по ходу придумывает тест-кейсы, да? Я сейчас правильно понимаю? И моментально я все автоматизирую. Ну, не моментально, но... Девелопер с кодио. А он записывает? Да, работаем. Да, он еще и работал. Пошел, он в ману. Только по времени такой проект будет видеть, если один человек будет писать в кейсе и разрабатывать... Не зря я сказал, что этот человек будет не один, скорее всего, и все, опять-таки, индивидуально. Если заканчивать, видит в этом большой смысл, и при этом он не хочет кея, он считает, например, продукт, его очень зависит в форму от впечатлений, это можно очень хорошо в процессе именно тест-кейсов, в таком случае можно ласканить всю диму на кисание тест-кейсов, а потом она же будет писать по инстаграму, когда пишутся в проекты, знающие ли там. Это будет обнимательным. Можно сделать это параллельно с дирижным дефансом, это зависит от того, как проект продаж, не должно быть член G-клэстов. Не желательно. Ну, вопрос, хоть какого-то есть. Проект виденок не был, хоть и одного, член G-клэст-кейсов. Большоество каких-то проект-проектов основаны на отсутствии член G-клэстов, а если они есть, то за них идет отдельная нерависть. Чеи же квесты могут быть, но в таком случае нам от этого уже никому не помогают. Зачем заменять... Ну вот, есть и команда девелопера, отдельно от них, например, есть юнитет-девелопер. Это в случае без QA. В случае QA есть команда девелопера, и есть даже некоторые люди про киашников. Зачем киашников просто заменять юнитет-девелоперами? Я, кстати, присоединяюсь к этому вопросу. Я говорю, это за рожей. За счет дорожей это отдельный вопрос. То есть, мы вам сюда не будем. Не выход. Давай. Я включил? Ну так вот. Подождите. Я еще не ответил. Мы, естественно, будем предлагать QA в любом случае. Это не замена. Это один из вариантов повышения качества продукта. Это тул или метод, который преследует ту же цель, которую преследует кейтима. Если их совместить, будет лучше. Если будет что-то одно, будет хорошо. Если не будет ничего, будет плохо. Вот моя мысль. Я хотел спросить по поводу документации. Достаточно ли часто бывает вот такая черпающая документация, чтобы можно было от самого начала до конца написать тесты и дальше двигаться в девелопинг? Бывает. Да. Приложение работает идеально на кейсто-тестовых серверах. Только начинаешь навключать эту пробу, все, падает. Само приложение не падает. Падает это сопряжение, когда бакен чего-то не понимает, либо чего-то не то присылает. Иду в QA, ну никак не видно. По пивни тесту ты ей написал. Бакенщик, человек, это внешняя по отношению к системе. Если кто-то решил вылить непротестенную систему на продакшн сразу, не проверив хоть минимум, это очень плохой шок. Тестеры для environment и про отличаются на статус, что у них разные абсценты на ответ. Ну, мне кажется, что… Смотри, если бы была бы Кейтима, она бы проверяла, кто же самое на своем environment. Смотри, я тебе твою ситуацию ставлю с тестерами. Они бы были. Они бы проверяли на вашем environment, у вас бы было все отлично. Потом бы в день релиза вы бы задеплоились на продакшн и увидели это же самое. Вы увидели эту же ошибку. Просто винить бы вы стали других людей. И зря. Уважаемые гости, у нас все-таки заявленный какой-то есть определенный формат. Давайте после каждого влога в конце у вас тоже будет возможность немножечко этот. Потому что я так чувствую, мы даже к следующему поингу не перейдем. Это же второй, я тебе не могу сказать. Дальше? Да, да. Код-ревью. Ой, это будет быстро. А вот и нет. Код-ревью у программы. Значит, совсем не хочу сказать, что это замена QAM, но опять-таки это еще один способ увеличить качество кода. Если в команде QAM нет, то девелоперам придется проверять свою работу самостоятельно. Прокликивать. Насколько глубоко он будет это делать, это все зависит. Но баки будут скрываться внутри его кода. И вот здесь код-ревью и программинг, если разработчики вдвоем сидят и пишут один код, например, Archive Remote, да, очень придет нам на помощь. Потому что баги будут выявляться до попадания в травм-ветку. И разработчики плюс к этому будут быстрее расти. Потому что вдвоем знания растут быстрее, чем по одному. На самом деле я очень даже не против. На нашем проекте, о котором я сейчас работаю, у нас есть код-ревью и был на прошлом. То есть это никакого отношения к замене позиции QA не имело. И я думаю, что вряд ли иметь будет. Это на самом деле импрувит код. Это на самом деле дает меньше таких вот моментов, когда ты только открываешь тикет, начинаешь его проверять в тот же фейл. Нужно возвращать его обратно. И естественно, это всего вот таких вот каких-то первых смог тестов, зафейленных нас лишает. Это замечательно и прекрасно. Вот, на самом деле. Ну, код-ревью, да, я сомневаюсь, что будет, сори, простите, перепрограмминг. Я сомневаюсь, что будет девелопер заливать там в мастер, а потом там куда-нибудь в тренд, да, и открывать его через UI, проверять, насколько хорошо и качественно оно работает и так дальше. То есть, помимо того, что он будет проверять код, прекрасно, замечательно, очень приветствуется, просто супер. Но какие-то пищи, возможно, на которые H-кейсы, которые нужно будет продумать, придумать, я думаю, что как раз отлично для кеев вместо поля деятельности. Да-да. Место для кеев мы всегда найдем, но... Победа. Победа. Да. Но, как обычно, есть случаи, например, если продукт несложный, это какой-то буклетик, либо промо-аппликейшн, который девелоперы вполне могут практикать самостоятельно, и единственное, что их потенциально, где их ждет фейл, это где-то глубоко в коде, и именно так они выбьют его и исправят, мы надеемся. И это будет какой-то продукт. Наличие и кеев в таком случае абсолютно не гарантирует успех. Вполне баги могут остаться. Плюс к тому у нас будет причина быть винимыми заказчикам в качестве. А так и их нет, вины нет. Отлично. Не вините нас, вините себя. Ну, давайте, наверное, тогда уже и четвертый. Я хочу спросить по-русски вопросу. Да, да. То есть, в принципе, кеев в лидерскую работу, проверяя, так, мюзер интерфейс. Если это только приложение без мюзер интерфейса, или там база данных, или что-либо еще, то там вообще трудно. Почему? Это не так. Это не так. Всегда есть тузы, чтобы проверить. Всегда есть кеев, который знает базу данных. И это… То есть, написать же юни-тест на такие моменты гораздо проще. Проще. Чем использовать какой-то тул человеку, когда я туда раздал. Смотря что ты хочешь при этом проверить. Если у тебя Deliverable – это база данных, то здесь, в принципе, тебе никакие тесты не нужны. Тебе нужно сделать и отдать заказчику. Но это очень… Я тебе не представляю вариант, где бы она не была бы частью какой-то большей системы. Скорее всего, если нас попросили сделать только базу данных, значит, кей есть у них. И база данных является частью. Она будет так или иначе проверена. Вот и все. Я, если можно, два слова. То есть, возможно, я слишком обобщенно. UI, UI. И API-шки кей тестируют, и грейбоксом тестируют. Ну, то есть, как бы, можем всякое разное. Даже whitebox. Да. Как же QA могут испортить наших разработчиков? Ты рука ничего не крала вообще. Нет safe net. Нет страховки. И разработчик проверять будет свою работу сам. Если страховка есть, то разработчик будет думать, что кто-то его баги найдет. А если не найдет, то все окей. А если баги были, а не нашли, то виноват кей. Даже стишком. Проверять он будет все меньше и меньше. Как показывает практика, разработчик будет потихонечку лениться. И в конце он будет все реже и реже проверять даже элементарно свою часть. Возможно, ему кажется, что он растет. Да. Ответственность падает у разработчика. И падает качество кода, и сам разработчик растет гораздо медленнее, чем бы если бы он жил в таких условиях. Где кейф нет, а я злой заказчик, и нужно быстрее-быстрее. Растут разработчики очень быстро. То есть проще говоря, кей виноваты в том, что девелоперы начинают лениться. Я правильно понимаю? Они не виноваты, но являются причиной. То есть если вы правильно понимаете, они виноваты в том, что девелоперы не развиваются, и если есть баги, то в принципе они тоже не виноваты. А я так понимаю, судя по этой позиции, во всем виноваты. Но опять-таки слово «виноват» здесь не к месту. Это не является явной причиной. Есть слово «причина», и есть слово «винят». Вот «винить» будут, скорее всего, кейф. Но они не виноваты, это очевидно. Но их будут винить, и они к этому привыкли. Они кричат «не виноваты», и я не виноваты. У меня не было бага в коде этого, и туда прислали. Ну, опять-таки, это все всего лишь слова. На самом деле, скорее всего, никто никого винить не будет, а просто это будет еще одна фазовая стабилизация, и все. Если много багов просочилось в продакшн, вот это уже фейл. Если при этом была команда тестировщиков, это серьезный кандидат на вылет проекта. Вот и все. Хорошо, давайте обсудим по поводу того, что кейф каким-то отрицательным образом очень сильно влияет на то, каким девелопер является непосредственно специалистом. Ну, вы меня, конечно, простите, но мы никоим образом не сможем ухудшить каким-то образом тот код, который человек пишет. Если, к примеру, то, что мы проверяем, может как-то расслабить, демотивировать разработчика. Ну, тут уже вопрос действительно психологический такой момент. Нужно либо какому-то старшему разработчику, старшему товарищу, пему, дему обратить на это внимание. Если типи-то реально часто бегают туда-сюда, из пея назад в суду, и эта ситуация достаточно часто-часто повторяется, и в общем-то, ну, баги несложные, да, будем говорить так. Просто невнимательность, недосмотрел, не увидел, еще что-то. Ну, наверное, имеет смысл как-то, может быть, поговорить, помочь, мотивировать финансово в том числе. Ну, я не знаю. Ну, чтобы после секретного команды делать, чтобы приелок, я не знаю. Был у нас один? Да, да. Мне кажется, к ней может даже положительно повлиять, потому что если будет часто повторяться одна и та же машинка, ну, где и будет находить что-то похожее, тестирование разных психиатров, он будет как-то девелокеру постоянно говорить, он будет как-то раздевелокеру подумать, а не проверить одну вот эту штуку сразу. Все-таки выучить жалу. Оно должно быть подкреплено к кем-нибудь пинком в любом случае. Так просто не получится. Вот у нас есть такой пример. Был, да? Уже. Мы никого не убили, я волнуюсь. Есть разработчики. Они очень прилежные и внимательные. Но им повезло с отличной командой тестировщиков, которые были еще внимательнее и прилежнее. И они писали отличную документацию. Они все проверяли и все расписывали. И получилось так, что разработчики потихонечку-потихонечку перестали читать, в принципе, документацию. Им было проще пойти к ее теме, спросить у них, сделать такой прокси. А потом, если что-то непонятно, можно баг закрыть, его проверят и вернуть тебе со списком того, что ты, в принципе, должен сделать. Ты по этому списку пройдешь и не будешь дальше опять ничего читать. Засылаешь все обратно, тебя опять все проверяют и выдают новый список. И получается, что разработчик абсолютно не растет, потому что мало одного скилла. На одном скилле сеньором не стать. Нужно видеть всю картину как бы в общем. Это была команда, но у людей. Было, Ирочка, в прошедшем времени. Смотри, как все. Не, ну на самом деле хочу сказать в защиту девелокеров, как ни странно. Ну, мне просто понравился очень поинт. Я бы хотела сказать, что есть определенная доля вины в этой ситуации QA. Почему? Потому что если кто-то, например, систематически наблюдает, что к ним обращаются с одними и теми же самыми вопросами, даже не посмотрев спектр, даже не потратив на это время, получается неправильное расходование времени QA. Потом не хватает времени на проверку этих самых багов. Потом фикеты скапливаются в QA. Потом мы получаем ситуацию, при которой мы категорически не успеваем, нам нужны овертаймы или что-то еще. То есть в этой ситуации нужно было где-то, трудно, то есть как это будет на русском языке, где-то вмешаться на каком-то этапе, для того, чтобы вот немножечко эту ситуацию как-то правильно расставить. И, возможно, даже QA необходимо было каким-то образом, QA или DO, я не знаю, возможно, в этом проекте, необходимо было каким-то образом повлиять на этот процесс. А вот представь, что не было бы QA. И что, ты хочешь сказать, что проблем бы не было? С QA не было. Вот, видишь, как замечательно. Ну, собственно, наш… Собственно говоря, да, мы можем перейти к вашим вопросам. Да, там был еще один слайд. Насколько разработка по времени занимает дольше при отпуске QA на проект? Насколько это угрожает на самом деле проект? По моему опыту она не занимает больше. Но разработчик тратит время не на писание кода, а на пустыню. Разработчик дорожен, если он тратит время не на пустыню, она проявляет, по итогу все идет к тому, что он не пишет в этот, занимается проверка. Время расходует. Да, значит, по поинтам. Во-первых, QA нужно время для вхождения в проект. За тестирование какого-то функционала мы тратим время на то, что QA вникнет, разберется, поймет и будет готов проверять, как QA, а не как юзер. По поводу стоимости вопрос абсолютно индивидуальный, и может быть все наоборот. Разные есть девелоперы, разные есть QA. По поводу того, удлиняется ли в принципе время разработки, опять-таки это вопрос спорный, потому что девелопер должен проверять свой результат. Девелопер вслепую коммитить не должен, потому что в таком случае это не девелопер, а нон-перформер. Его нужно срочно избавиться от него и найти другого. Да, он проверяет свой результат. Но для примера, который сидит рядом, он не будет уже его результат проверять. А должен быть человек, который все это в обеднилке проверит в опыте. То есть не юнит бестюрилы, а уже там поле это. Да, конечно. Для этого разработчики и часто прокликивают друг друга. В основном получается так, что если приложение большое, там в любом случае какой-то орган проверки будет. Если приложение маленькое, статистически все равно это всплывет на каком-то этапе. Либо это всплывет у заказчика. Если это agile, то он имеет демки и он должен проверять. Это его обязанность по контракту. Если никто из этих звеньев баг не нашел, ну что ж, это минус отсутствия QA. QA нужны? Отлично. В данном случае идет вопрос о стоимости проекта. Возможно, для заказчика выгоднее иметь не двух девелоперов QA, а трех девелоперов и иметь в полтора раза больше функционала с немного меньшим кодом и с большими рисками. На самом деле иногда очень трудно объяснить. Вот мне приходилось заказчику объяснять, ну зачем же писать эти тест-кейсы, да? Зачем тратить столько времени? Сколько тебе нужно? Вот это же целое состояние. Но это действительно правда и очень сложно доказать человеку, что он должен потратить деньги именно на написание тест-кейсов. Так, вопрос по индивидуальному тестированию интересный вопрос. А как индивидуальному тесту покрывать интеграционность? То есть элементарно, два функционала, у каждого отдельное написание, у каждого свои индивидуальные тесты. И они вошли в это. Соответственно, как интеграционность для водительства это функционалами покрывает интеграционность? По-разному. Как же без QA? Вот тут, да, тут без QA, мне кажется. Вот вопрос задать нам. Если ставится так вопрос, то кто этот вопрос задал? Скажем так. QA, вот ответ. Значит, он там был. Без него никак. Бах на продакшене это нормально даже. Бах на продакшене это реальность? Почему? Это же не так. Еще вопрос. Если нет QA, то что? Вы сами заводите теперь сами на себя на фит-старах? Или как это? Или чехаря что-то? Чехаря. Бывает все по-разному. Если разработчики дружат с репорт-тузами, для них нет проблем за 5 минут сделать какую-нибудь жиру и репортить в ней. Если такого опыта нет, есть всегда всякие онлайн-штучки, либо скайпик, либо почта. Можно сделать и сесть рядом, и работать так. Все индивидуально, известно от сложности проекта и от опытности. Если это два сеньора, то для них нет никаких проблем все делать в жире и подтягивать свои коммиты и смотреть ревью друг друга. Это все. Второй вопрос еще надо. Про регрессию. Давай. Про регрессию. Первое нет. В отсутствие QA. Нет его. А такое бывает? Регрессия подразумевает тест-лист какой-то. По кому ты будешь приходить? Откуда он знает? Ну, функционал, он может определить. Конечно. И получил квалификацию QA и, в принципе, да? Сменил ориентацию. Может. И, в принципе, все могут это сделать. Вань, там где-то вот вопрос. Если люди меняются на проекте, QA нет, документации нет. Как историк Кайп открытия? Писать документацию для начала. Не-не, но если нету вот на проекте QA. Если нет документации, нет QA, есть заказчик в любом случае. Заказчик менялся тоже? Если все изменилось, ну, все, нужно делать clarification заново. Если и PM ушел, и заказчик ушел. А кто человек пришел? Ну, например, девелопер и еще один. Или, например, ну, девелопер пришел. Девелопер пришел. Значит, есть в любом случае скоп работы. Есть какой-то список. Он где-то в документации, иначе бы не было бы договора между нами и заказчиком. Это где-то прописано. Значит, какой-то минимальной документации у нас есть. По этой документации, если это проект уже, ну, совсем не ленивый, где-то есть список этой работы, и новому разработчику скажут, делай вот это. Просто так разработчика не возьмут. Вот просто в проект и все. Как бы и все. Ну, так не бывает. Это решение каких-то задач? Да-да-да. Мне интересно. Насколько я понимаю, есть консертизированная какая-то документация, а не просто скайпы там написали? Ну, проекты в скайпе не заключаются. Нет, я понимаю. Я имею в виду документацию, которая ведет в проекте. Нет. Вот вопрос был именно в том, что такой документации нет. Есть договор. В договоре есть то, что нужно сделать. Иначе бы мы ничего не делали. Правильно? Ну, вот. И на основе этого списка можно дальше уже смотреть, что нужно сделать. В любом случае, есть какой-то репорт. Я себе абсолютно не представляю проекта без каких-то итераций, без документации, без фидбэков. И при этом сводом девелопера в середину. Это что-то плохое очень. Какой из вашего опыта самый большой проекта в девелопере не было в Тиан? Три разработчика. Один из них Project Manager слэш Team Leader и два джуниора. Да, да. Как мы металл использовали? Вот Apple, Agile? Как мы же Agile вытаскиваем с кей? Знаешь, в то время мы использовали скорее всего Agile, но не знали об этом. да, как-то так. Как-то так. Но это было очень похоже на Agile. У нас не было никакой репорт тузы, у нас была переписка с заказчиком, где он на основе своих фидбэков и фидбэков своей команды там локальной реквестил новые фичи, и мы их делали. Вот и все. То есть кей в принципе был, но на стороне заказчика. А как часто сейчас на самом деле заказчик хочет не просто, чтобы пива не было, он хочет, чтобы пива но автоматизация. Заказчик может прийти за реквестить отдельно автоматизацию, если об этом вопрос. Такое может быть. Автоматизация это deliverable. Это она вполне самостоятельная. Она может быть к продукту не привязана. Это вдвойне возможно, если продукт уже есть и привлекает автокализатора покрыть, если новая фаза планируется в будущем. На данный момент пока очень сложно заказчиков к этой автоматизации все-таки как-то склонить, потому что на самом деле объем тест-кейсов растет и хочется их автоматизировать. Если посмотреть средства вакансий, то все хотят автоматизацию. Когда ты приходишь туда по итогу и узнаешь, что про автокализацию они так слышали, поэтому и написали. Как вот хочу Porsche PN, но потом после Жигули. По итогу 99% даже не понимают зачем это им надо и что для этого они должны строить. шубу. А можно вопрос? Наши туда, шубу. А как нормально считается практика, чтобы совмещался в одном лице допустим и автоматизатор и кейсов, то есть не являются ли это две разные сущности? Ну, в моем понимании автоматизатор должен быть кейсов, ну хотя бы в душе где-то. он должен иметь критический взгляд, иначе это будет программист, которому не повезло, а это вообще… нет, вот есть такая ситуация, что вот QA, ну как бы QA пишет определенный тест кейс, да, и описывает там требования, ну, может быть, достаточно сложные, которые автоматизатор там с помощью разных усилий воплощает и автоматизирует. А когда они как бы совмещены в этом лице, ну вот он думает, нет, это сильно сложно, это, ну тут мы этот кусочек мы обрежем и вот автоматизируем, укорочим мы версию того, что нужно проверить. То есть такая же ситуация тоже может быть. Но… А где гарантия? Ну, почему ну, значит, и автоматизатор должен по идее. Это разные, разные требования. Если мы уже считаем, что они оба ленивые либо оба притружинники, значит, это нечестно. Он может вполне вероятно будет ситуация, где он сначала выступает как фей, а потом выступает как автоматизатор. Это мы проходили. Если он выступает параллельно как-то, то, по-моему, это ему слишком много работы. Либо там проект очень маленький, но автоматизация в этом случае будет близка к тривиальной. Ну, или будут меняться требования, соответственно, апдейт автонавт-тестов. Да, это очень больно обычно происходит. Затратно. Еще вопросы? Давайте я добавлю, можно, да? Да, да, да. Скажите, а вот если рассмотреть этот вопрос, не как, что лучше или хуже, а как два разных подхода вообще программирования. Если мы возьмем статистику по разработке проектов, условно разделим до трех человек в проекте, до восьми пускай, до двадцати и свыше, то мы заметим, что в первых трех категориях очень и очень часто уже нету QA. Но можно ли сразу поставить клеймо и сказать, что их продукт однозначно хуже, чем если бы он был? Нельзя. А почему так? В маленьких продуктах очень часто есть QA. В маленьких маленьких нет, и чем нет. Нет, чаще есть. И чем нет. Во всяком случае в DotaArts. на самом деле все очень просто. QA позволяет нам поднять минимальный план качества сразу в 9. Вот и все. То есть, если мы хотим получить какую-то гарантию, то мы, возможно, и обратимся. Ну, скажем так, большую гарантию, чем если бы без него. Однако, можно ли сказать, как распределяется, если нет QA? Половина берет менеджер, всегда половина у нас разработчик берет. То есть, я не скажу, что-то кого-то сильно нагружает, там ускоряет кого-то. Но, тем не менее, да, мы предполагаем выводу, что когда мы хотим получить, пытать, что QA, скажем, очень просто. Может ли QA, да, протестировать лучше, чем менеджер? Скажем так, будем колебаться, да, но скажем, скорее всего нет, но не фарш. Почему это? Это вопрос, я все жду вопроса. Менеджер, да, его основная основная тестирование, вы забыли, Менеджер, чего менеджер? Проджет менеджер, я так понимаю. Есть QA менеджер? И наоборот, да, может ли QA выполнить тестирование лучше, чем разработчик? Он должен просто. Тоже вопрос спорный, потому что посчитано по комиссии с опытом, надо поспорить с этим. Ну, я думаю так, что в той статистике, где большинство маленьких проектов без QA, возможно, там ставится по сомнению, кто тестит лучше, девелоперы или QA. Я могу в это поверить. Но реальность такова, что мы, как компания, всегда будем предлагать лучшие решения, а это включает QA, но мы будем готовы к тому, что их не будет. Вот такой вот вывод. Но инициатор это всегда клиент, но не девелопер. То есть такого, чтобы вы подняли флаг, хотим без QA, да? Мы будем писать код, только без QA. Ну, такого я еще не видел. Ну, сейчас мы уже. Ну, собственно, основные моменты, действительно, нам удалось осветить, то, что это называется, да? Я думаю, что, скажите мне, вот сейчас, а лучше поднимите руки тех, кто согласен с утверждением, что все-таки в разграблении программных работ, любой, не важно, какой бы это ни был проект, все-таки QA как не нужны, да? Неотъемлемая часть. Отлично. На самом деле, на самом деле, вот, действительно, сегодняшней такой вот битвой, да, мы хотели, на самом деле, подчеркнуть самое главное, что по большому счету, понятно, что тестировщики может быть, так же копить разработчиков, извините, а тестировать нечего будет, да? Ну, по большому счету. И, конечно, наверное, самый идеальный вариант, это когда вот именно вот так вот, с помощью каких-то условных знаков подмигивают друг друга, я не знаю, понимают друг друга с полуслов, и тестировщики, команда тестировщиков, и команда девелоперов могут очень тесно, комфортно, и, главное, продуктивно и качественно взаимодействовать при разработке программного...